С коронавирусом справились еще 412 ставропольцев. Общее число выздоровевших превысило 111 тысяч. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров на своей странице в инстаграме. За минувшие сутки плюс 509 заболевших, 10 пациентов скончались. Край сталкивается с тенденцией, которая проявляется в России и в мире. Растет число инфицированных коронавирусом. Владимиров подчеркнул, к этой ситуации готовились. В регионе есть резервы коек и медикаментов. Сейчас очень важно вакцинироваться и соблюдать меры профилактики. В 2022 году у Ставрополя масштабные медицинские планы. В крае построят и капитально отремонтируют около сотни медучреждений. Все это в рамках региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения. Ее реализацию обсудили на совещании, которое провел губернатор. Владимиров отметил, что перед строительством и ремонтом предстоит подготовить проектно-сметную документацию. И после преобразования оснастить учреждения необходимой мебелью. Меж тем, край продолжит не только обновлять объекты, но и закупать медицинский транспорт. В больнице поступит 81 автомобиль. Под Есентуками планируют построить новый казачий кадетский корпус. Перспективы большой стройки обсудили в краевом правительстве. Заведение будет включать в себя учебное здание на 500 человек, общежитие, плавательный бассейн и другую спортивную инфраструктуру. Все необходимые документы должны подготовить к осени, а строительство начнут в 2023 году. Как отметил на совещании губернатор Владимиров, проект стал возможен только при поддержке полпреда президента на Северном Кавказе Юрия Чайки. У нас получилось неплохой актив взять, и сегодня мы должны в Есентуках, в предгорном районе его превратить в наш, соответственно, казачий кадетский корпус. В Кочубеевском округе в этом году отремонтируют участок трассы Казминская-Васильевский. В порядок приведут почти два километра полотна. Там обновят покрытие, укрепят обочины и уснастят знаки, сообщили в региональном Миндоре. Работы проведут в рамках национального проекта безопасной качественной дороги. В хуторе среднем Александровского округа капитально отремонтируют врачебную амбулаторию. В медучреждении заменят коммуникации, приведут в порядок внутренние помещения и обновлят кровлю, сообщили в Управлении по информполитике правительства региона. Работы проведут по программе модернизации первичного звена здравоохранения Ставропольского края.